Ежегодно 17 сентября Касписк отмечает знаменательный праздник – это День города. В этом году он отметил его в новом статусе город трудовой доблести. Сегодня с самого утра для каспичан и гостей региона звучат патриотические хиты в исполнении военного оркестра. Каспийский лице номер 8 представляет экспозицию из старых фотографий памятных моментов, лицея нашего. Небольшая такая колоритная выставка из нашего краеведческого музея. Изделия, которые у нас на заводах Каспийского завода точной механики выпускали в разное время. Книги о наших горожанах, небольшая экспозиция. Поздравить каспичан с Днем города прибыли делегации из Калуги и Ижевска, которые ознакомились со всеми площадками и даже отведали национальное блюдо дагестанцев, с которым традиционно встречают гостей. Это хинкал разных видов. Он был приготовлен сотрудниками школы номер 6 имени Амарова. Хинкал готовили мы всем коллективом. Аварская каша у нас вкусная. Гостили всех гостей. Спасибо. А сколько вида хинкала вы сделали? Три вида. Три вида было у нас. Цельнозветновая мука, белая мука. И кукурузная мука. Особенно отличился коллектив кадетской и морской школы города Каспийска. Они установили не просто тематическую площадку, но и подготовили для жителей города небольшой мастер-класс по изготовлению бумажных пилоточек. Мы эти пилоточки планировали, как это пилоточки, первостроители Каспийска. Ну, из чего можно влазить? Подружного материала, из бумаги, из старых газет. Это газеты трудовой Каспийска. Так, вам розовенькая, красненькая? Красненькая. Пожалуйста. Так, а давайте мне вот с черным кантиком. А вот у нас будет. Да, да, да. Да, 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 да. Очень рада. На площади также расположилась традиционная ярмарка, где любой желающий мог приобрести на память этные изделия, сувениры и многое другое. Помимо этого, жители высокогорных районов, занимающиеся народным промыслом, провели мастер-класс, где подробно рассказали о том, что такое унцикульская высечка, кубачинская гравировка и глиняная лепка. Сначала делаем ее в мягкую форму, вот так сейчас ее заклеиваем, здесь заклеиваем, здесь заклеиваем, хорошо, и здесь тоже. С первого сюда добавляем еще. Тут идет дополнительная гравировка. То есть к этому у нас в селе не кубачи обучаются уже с малых лет. То есть как в школу пошел ребенок, он и не то что по желанию, у нас в школе это предмет обязательный, на уроках труда. Для самых юных жителей нашего города коммерческие организации подготовили развлекательную программу. Вот так строительная компания «Стандарт Рилыцы» устроила фееричное шоу с участием специально обученных кошек разных пород. Милые животные продемонстрировали свои таланты и получили уйму внимания от малышей. Кроме того, украсили программу своей позитивной энергией аниматоры. В завершении развлекательной программы строительная компания «Стандарт Рилыцы» раздала всем присутствующим различные сладости. Особое внимание также стоит уделить и спортивной программе, подготовленной фитнес-клубом «Молот», которая организовала для всех желающих небольшой конкурс на призы от спонсоров. Поддержали спортивную программу воспитанники школы имени Юмина. Они провели мастер-класс по основным приемам тэквондо. Что мне отнимают? О, давай, воспитанники, делятся. Итак, смотрите, ребята. Это что такое? Это я шел руку, как писька. Как он шел руку, как писька. Завершили цикл спортивных игр сеть «Кофейн Донатс Дэй», которую установили на территории площади баскетбольную корзину и разыгрывали всеми любимые пончики. Для тех, кто проголодался и немного утомился, Каспийская флотилия организовала полевую кухню, где любой желающий мог отведать всеми любимую гречневую кашу с хлебом и горячим сладким чаем. В завершении праздничной программы на главной площади Каспийска был организован торжественный концерт, подготовленный воспитанниками детской школы эстрадной песни, школы имени Агабабова, ДДТ и хореографического ансамбля «Арс». Открыли концертную программу «Юные дарования» школы искусств имени Агабабова. Они станцевали всеми любимые вайс и передали стафету воспитанницам детской школы эстрадной песни «Мариана», которые исполнили песню о городе. Продолжили праздничную программу серии зажигательных танцев воспитанники студии «Лесгинки Арс». Отметим, что поздравить жителей города также прибыли представители администрации Каспийска, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расул, председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Джаватов, начальник управления образования Каспийска Лариса Абрамова и другие. Они совместно с горожанами поздравили Каспийск с его днём рождения. Я сегодня с удовольствием поздравляю город Каспийск с его днём рождения. Каспийску сегодня 76. Юная дата, может быть и солидная дата, но Каспийск вечно молодой. Я желаю нашему Каспийску процветания. Я желаю нашему Каспийску год от года становиться краше. И ещё я, конечно, желаю нашему Каспийску мира, как мира всей нашей стране. С праздником! Нашему городу расти, процветать, цвести. Он самый лучший город Земли. Наш Каспийск, наш любимый Каспийск. Сегодня такой прекрасный день, день рождения нашего любимого города Каспийск. Поздравляю всех горожан с этим праздником. Желаю всем мирного неба над головой, счастья, любви, много-много позитива. Желаю, чтобы город, всё было хорошо. Не было войны и было много праздников. И чтобы вот такие были праздники, чтобы все всегда приходили и выступали. Я вам хочу пожелать всегда прекрасных туристов, чтобы они уважали ваши традиции. Чтобы приезжали не только думая о себе, но и о вашем городе. Приносили вам улыбки и пожелания прекрасные. И оставаться вашему городу таким же гостеприимным, какой он есть. Прекрасный город. И очень-очень вкусно. Мы увезём пять лишних килограммчиков.